I have ways of blowing things up let's talk about what we have at the moment there was a little bit of a break between the recordings so I will now move on in general, as I remember, we found a store where they sell meat Chell gave us the address of the people who, by the way, should be able to buy it that meat, that's what it is let's see here let's see here Finn я, кстати, не нажимал, он моментально со мной заговорил ну, как, в принципе, и должен партие, наверное добро пожаловать в жилый комплекс Blue Falls меня зовут Finn я боюсь, что нам стройка запрещена пускай здание посетителей без предварительной записи у меня посылка для мисс Бажвы а, да, в списке есть курьер вам квартира номер 1, 44, 11 этаж мне нравится тут работать? это прекрасное здание мне повезло, что я работаю в таком хорошем районе ну, ты тут не живешь, да? нет, конечно, нет ты тут не выгораешь? послушай, приятель я работаю себе спокойно я не высовываю ситуацию бывает гораздо хуже например, кто-то вон курьером работает ааа, туше, туше хе-хе-хе хе-хе-хе хорошо, круто, пакетов я не буду его слишком напрягать мне кажется, что если я буду наглеть и перегибать палку, то посмотрите на меня разве я похож на курьера? ё-порестая эй, я тебе по-твоему кто? прости, чё? большой страшный волк да, зараза это работает на полный день работает на полный день а что делал? хочешь узнать, а? ммм там и спросил ты не с моего района что меня выдал? ты полосатик только и всего подловил что такое дурашка, как ты забыл в этом славном месте? хе-хе-хе твое волчье дело а, курьер доставляешь что-нибудь, что может меня заинтересовать? эээ, не знаю, что тебе нужно покажи, что у тебя там у меня на годноту глаз намётан эээ эээ, сигары мне нельзя их открывать, да? эээ, ты что не знаешь, что я такой? эээ, нет и мне уже пора куда спишь? если будешь так гнать, то всё хорошее в жизни прозеваешь типа чаевых, если доставлю вовремя? а если повернешься к человеку задом, не удивляясь на ножу в спине эээ очень на это надеюсь ха-ха, малыш, ну у тебя и рожа эээ пакет стран чувак блин, давай уже пока обхохочешься, у меня у шутника есть? меня Ники зовут но все называют меня Волк эээ, понимаю почему ээээ когда местные слышат Волк они думают о Ники а когда говорят Ники, все думают про Волк ха-ха-ха эээ, так у нас в районе у вас на районе больше Волков нет что ли? ха, а ты дерзкий дурачок мне нравятся те, кто могут меня рассмешить ты нанят что блин? ха-ха-ха ээээ меня и так все устраивает, ну спасибо ты никто, но со мной ты можешь стать всем ты можешь сделать меня счастливым? весь день, каждый день еще снюхаемся ээээ а эти растения выглядят намного лучше моих знакомых многих знакомых, а точно лучше меня ну, насчет Волка я не думаю что стоит перед ним стелиться но слишком борзить тоже думаю не стоит так, консерв сказал, что мне на 11 этаж обитель зла ну давай ну, как бы, лифт обитель зла перенесешь сигары и божве не в рифму ладно ой, там лиса тут ничего у нас нету стремно здесь, офигеть как не в смысле некрасиво, а в смысле я себя чувствую очень сильно в своей тарелке собраем жильцов двадцатого этажа в эту пятницу отлично, что вы там будете сигары делить так, постучаться какая квартира? а, квартира тут только одна, да? осмотреть похоже на пожарный выход всегда неплохо бы знать очень большой шанс, что мне придется через этот пожарный выход драпать, поэтому ооо да погоди мисс божва а это не может быть мисс бож это может быть мисс мисс божва надеюсь посылка а, сигары эмм вот, можете подтвердить мполучателя скорее всего мне их не покурить на получатель Я или Элоиза Божва. Элоиза? Такое неординарное имечко. У меня есть предписание, вы же понимаете. А, ладно. Так что вам с деньгами? У меня договор с Луисом, там все обговорено. Ну да, начай. Своевременное вознаграждение, забота вашего нанимателя, а не моя. Договорим себе о новой доставке. Луис все узнает. А если он этого не сделает? Хватит любопытствовать, можете идти. Хорошо. Новая цель. Просто горничная, узнать, кому на самом деле принадлежит квартира. А, это понятно. Блин, ну кто это придумал? Ну почему Escape? Это не выход. Почему Tab? Я понимаю в Fallout. Короче, ребят, кто играл в Fallout, я думаю, что многие из вас, если практически не все, они меня прекрасно понимают. Там типа Tab это выход из пипбоя. Ну кроме Fallout этого нигде нету. Почему Tab это открыть? Но Escape это не выход. Escape это в чертову паузу. И с паузы Escape тоже нельзя выйти. Короче. Ладно, минутка бешенства прошла. Поехали узнавать, что творится. А, залезть я могу двумя путями, да? Ну допустим. Не дотянуться, чтобы у вас короткие культяпки. Внутри уютно. Ммм. Так, Харатарычца. Самому от себя уже жутко. Зонт. Я взял зонт? Да. Да. Прекрати. Это настолько, это настолько просто отвратительно. Я даже не знаю. Причем, ну блин, раньше же меня это как-то не особо смущало. С другой стороны, я раньше не особо заходил в инвентарь. Я за зонтом сюда приехал. А, я за зонтом, чтобы... О, вот зачем. Я думал, я сейчас пойду вниз. Наверное, лучше... Ну, у меня карманы слишком... Выкинуть. Маленькие. Выкинуть зонт. Пошел ты, зонтик. Погоди, а слезть я уже... Слезть я уже не могу. Я молодец. Надо было это сразу... Надо было слазить на тот балкон, посмотреть, что там происходит. Я это провтыкал. Жаль. Отсюда город выглядит так странно. Готов поспорить. Тут легко забыть, что рабочему классу приходится реально выживать внизу. Выживать. Да. Тут... Ну, такие люди обычно про такое не задумываются. Гусь. Слушай, гусь. Погладь гуся. Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Как-то... Ну, тут животные. Здесь животные. А гусь... До вас догребусь. Нет, сюда я пройти не могу. Я бы на самом деле... Вот так вот сейчас будет окно. По идее, должен быть аккурат у окон квартиры прислуги. Но кто на самом деле там живет? Посматриваем. Закрыто на щеколду. А, постойте. Вообще-то оно немного приоткрыто. Если бы у меня было что-то настолько узкое, чтобы просунуть туда и поддеть ее... Похоже, тут что-то ремонтируют. Потому что рабочие оставили какой-нибудь инструмент. Что-нибудь узкое. Шпатель. О, отлично. О, от... Церсея. Ну, приветик. Я тут проветриваюсь. Привет. Мне пофиг. Смотрел, как ты лез. Красиво. В смысле? Задница твоя. Нормуль. Спасибо, ты тоже ничего. Всегда рада. А это что, шмаль? Да, хочешь? Не отказался бы, но занят. Конечно. Пока, пупсик. Пока, красотка. Ну, то есть, вообще, я не палевный ни разу. Ну-ка, в окошечко. Так, попробуем еще раз. Готово посмотреть. Шпатель достаточно тонкий, чтобы пролезть. Так, вот-вот. Тише отводим щеколду. Бац! Теперь я хочу открыть окно и спокойно залезть внутрь. Внутри никого. Блин, Гувард. Опять ты за старое. Номер два в списке самой дикой дичи в моей жизни. И это только на этой неделе. Влезть. Я определенно лезу туда, куда уже совсем не следует. Нужно поскорее узнать, кто здесь живет. И текать отсюда. Стол. Этот стол до ужаса хорош. Дорогое на вид знание. Полочка книжная, да? Уф, только не этот мужик. Это... Ладно. Может, если я потянусь за какую-нибудь книгу, открою тайный проход? Это одновременно и да, и нет. Джебедая. Ой, здрасте, мистер, вы потерялись? Да, верно. Если я скажу, что из обслуги, они позовут... Мам, мам, у нас тут обслуга. Нет, как раз там, где мне нужно. Странно, почему раньше тебя не видели? Нет, ноники, сегодня первый день. Ты смешной. А, они такое часто говорят. Раз ты не должен как-то решать этот вопрос? Ты что, слишком бедный? Я довольствуюсь, мало не хватает. Вот это фразы, которые говорят все бедные, наверное. Блин. А, поэтому я работаю на таких, как вы. И что ты тут делаешь? Я чинитель столов. Я помощник администратора. Папочка говорит, что кадры ключ к заправлению, и что нужно всегда составлять протоколы. Правильно говорить, управление, кроха. Да, знаю, я не тупая. Расскажи о своем отце. Мой папа секретарь отдела научных исследований и развития. Там проводятся исследования и развитие. А, что с твоей мамой? Работает по дому и помогает папе с документами. Она счастлива? Конечно, всегда у нее есть все. И я. Она так и говорит, да? Моя умерла. Классика. Чья это квартира? Вы, ребят, тут живете? Вот, вот это. Не знаю, папочка зовет его Большой Босс. Блин, это Волк. Ладно. Боссы есть с ними? Я вообще не буду работать, когда вырасту. А что будешь делать? Тео нравится бесить меня и играть с тупыми куклами. То есть считай, что куклы навязывают нам стереотипные понятия красоты. Может, ты ее еще сильнее доведешь? Нет, потому что я вырасту Большим Начальником. У меня будут самые большие сигары. Сигары. Я как раз хотел куда-то о чем спросить. Папочка говорит, что одна услуга может быть бесценной, но больше одной, и ты бесполезен. Буду перед вами в большом жирнющем долгу. Так что, по рукам или нет? Может быть, что тебе надо. Мой Босс не будет рад, если узнает, что мы общались. Давайте это останется секретом. Мне нужно, чтобы вы никому не говорили, что я здесь. Но я люблю ябедничать. Вам же будет лучше. Они и на вас рассердятся. А завтра можно рассказать? Никогда им не рассказывайте. Им вообще наплевать. Как вы вообще сюда попали? Мы сюда прокрались. Зачем тут для детей ничего интересного? Просто, чтобы узнать, получится ли у нас. Я вас не знаю, если вы не сдадите меня. Хорошо, по рукам, мистер. Тео, погляди, можно нам уже выбираться? Нет, ты погляди, я не хочу. Я могу поглядеть. Спасибо, мистер, мы в расчете. Конечно. Посмотреть за мощную скважину. Ёпперес, это лев и мартышка. Львы и кошачьи. Кошачьи, в смысле, и эти обезьяны, орангутаны, мартышки. Короче, приматы и коты. Горилла. А разве... У-у-у-у! У-у-у, погодите! А может быть, это, типа, клуб каннибалов? Ну, сейчас посмотрим. Джабедай. Так, с Джабедай я уже поговорить не могу, да? Или могу? Ну что, там нам уже можно идти? А знаете, что у нас сегодня на ужин? Когда шкерпились по столу, ничего странного не заметили? Мы тут тихо и ничего не видели. Знаете, как... Так, всегда нужно смотреть по сторонам. Тут так скучно. А значит, вы не видели особого блюда на столе? Не видели, а на запах был какой-то странный. А уверен, всего лишь какая-то специя, что-то новенькое. Есть то, чего они хотят вам рассказать. Хотите знать, на что на самом деле там... Ой, блин. Если я сейчас вот это сделаю, тут такой трындец начнется. Но уже хочу. Уверен, вас угостят, если будете себя хорошо вести. Вкусно. Мне интересно. Кроме того, некоторые вещи могут оценить только взрослые. Это правда. Большинство просто не может осознать всю эту красоту. Ну, папочка вами это сказал? А, и он всегда прав. Продолжаю в это верить. М, ты о чем? Пора мне возвращаться к делам поважнее. Так, стол. Наконец-то. От мелких мы сдыхались немножечко. Надеюсь, они прямо сейчас меня не спалят. Стол сделан из крепкого дорогого массива дерева. Вам кажется, что сидя за таким столом с легкостью можно управлять миром? Купа бумаг. Ваш беглый взгляд цепляется за кипу документов, писем и записок. У них всегда... У них всех возмутительно мелкий шрифт. Взять бумаги. Точно. Имя владельца этого кабинета должно быть где-то в этих бумагах. У меня нет времени всех сейчас рассматривать. Обыскать стол. Видите, пару закрытых ящиков, пустую кружку, толстяную книгу и больше ничего интересного. Кружка. Простая белая кружка с надписью «Обезьяны года» большими красными буквами. Ящик. Закрытый владелец этого стола не любит рисковать. Смотрит книгу. Экземпляр природы внутри нас. Джордана Райанда. Итак, прочитать писанину на задней обложке. В этом эпохальном труде, отстаивающем чистоту разума, индивидуализм, силу, Райанда выписывает новую картину воистину утопического общества. Мне кажется, я примерно представляю, что это за книга. Одна из тех книг, что полны ненависти, а фашисты подают как соус эгалитарной философии. Кстати, скорее всего, да. Смотреть на предмет тайников. Вы в жизни видели столов с тайниками, но это не лишает вас надежды. Вы ничего не находите. Сбиться с поиска крутого тайника. Серьезно? В жизни каждого бывает время и место, чтобы погрязить о секретных ящиках в столе. Прекратить осмотр. Понюхать стол. Похоже, стол натерли каким-то ароматическим маслом с нотками цитруса и дыма. Если бы у силы и успеха был запах, то он был бы таким. Ощупать стол. На ощупь как стол. Но вам бы хотелось вечно войти тюрками по его роскошной поверхности. Отойти. Трандюки еще здесь, нет? Ну, похоже, все. Я не знаю, насколько верно я себя вел сейчас. Посмотрим. А, я уже... Я просто готов начать. Фух. Ну, поехали. Пора за дело. Ясненько. Хочешь сказать, ты вломился кому-то в кабинет и тупо стащил пачку бумаг? А, мы их забрали. Окей, окей. Я бы сказал, позаимствовал. Конечно. О чем ты думал? Что, мне должно быть что-то важное? Блин, я где-то проскипал диалог. Начнем с малого. Есть там какая-нибудь личная переписка? Что-нибудь написано от руки? А, вот. Это записка от руки, написанная на желтом стикере. Прочитать. Шеф Таннер. У меня есть для вас приоритетный приказ. Это с самого момента ваш глава отдела биохимии отчитывается лично мне. После прощения сжечь. Есть мысли. Это писал наш покупатель. Красивый почерк. Давай узнаем, кто он такой. Давай там разберемся. Что-нибудь привело... Что-нибудь привлекло особое внимание? Шеф Таннер. А, их кто такой? Напоминает директора моей школы. Таннер чем-то заведует. Это верно. Скорее всего, ответы на наши вопросы мы найдем в этой же самой записке. Отчитываться лично мне. Чтобы отдать какой-то приказ, нужно быть очень могущественным. Это тайное задание. Наш покупатель еще влиятельнее шефа. Да, шеф занимается высокий пост, а наш покупатель, кажется, еще выше. Голова отдела биохимии. Хочешь, чтобы на него работал самый лучший биохимик. Биохимиками хорошая оснащена лаборатория. Хорошая догадка. И такое можно найти только в... Ну... Наукограде. Так, давай попытаемся подвести итоги. Шеф Таннер, скорее всего, приглядывает за главой отдела биохимии, который, возможно, работает в Наукограде. Ну, кто-то, да, покупатель. Мне нравятся все три варианта. Глава наукограда. Нет, это... А, ну, собственно, да, шеф Таннер. Над ним стоит только один человек. Ты украл документы министра науки. Отлично сработано. Крупная рыба. Жуть какая. Выходит, министр науки покупает плоть у Клариссы. У нее какой-то в этом всем интерес? Первый вариант ответа просто... Ладно. Давай посмотрим, сможем ли мы понять, что делать дальше. Интересно. Давай посмотрим, что... Угу, вот это. Я тут внимательно... Я тут внимательно слушаю. Давай пойдем дальше. Отчет отдела разработки. Официальный видоотчет на гербовой бумаге Наукоград. Science City. Точно. Прочитать. Министр... А, исследовательский проект 76.5b. Вводный отчет. Министр Белкова... Министр. Белковый анализ нового образца. Скоро будет готов. Да, все-таки он обращается к министру. Значит, нам даже выводы не надо было делать. Это здесь написано, черт побери. Ах... Ну, хорошо. Читаем дальше. Как я уже говорил, с этим не стоит спешить. Прошу, имейте терпение. Да, получше это изучим. Начнем заострим внимание. Досельно неизвестны науки гены. А, блин, я там провтыкал. Образец содержит в себе доселе неизвестны науки ген, так что мне придется изолировать их функции при помощи РНК. Трекинга это займет время. Как я уже говорил, с этим не стоит спешить. Прошу, имейте терпение. Я пропустил кусочек текста. Досельно неизвестны науки гены. Вот. Кажется важным, да? Разработать... У них там пришелец, РНК. Это новая форма жизни. Или что-то доселе им незнакомое. Но искали ли они именно это в первую очередь? Белковый анализ нового образца. Ты это понял? Что это связано... С пищей. Ха, сдается мне, это не такой белок. Это как-то связано с генетикой. Там наш министр же биохим... Мистер же биохимика нанял, помнишь? Я уже говорил, с этими стоит спешить. Должно быть, это написал нанятый им биохимик. С министра мухи работать нелегко. Биохимик умышленно работает, крайне неспешно. Мне кажется, на него давят. Такое чувство, что министр не может больше ждать. Общественно, другие документы. Отчет отдела разработки. Официальный вид отчет. Это то же самое, что мы сейчас читали, да? Так, так. Ответ на приглашение. Конверт с одним-единственным листом дорогой бумаги. Списан аккуратным почерком с подписью. Прочитать. Дорогой друг, конечно же, я приду на наше ежемесячное празднество. Не могу дождаться и видеть, наконец, какое изысканное блюдо вы нам приготовили на сей раз. Т.Н. Т.Н. Давай разберемся. Дорогой друг. Кто такой Т.Н? Что, президент? Теодор Нешвиль? Вы серьезно? Ну, офигеть теперь. Какое изысканное блюдо вы нам приготовили. Плоть. Говард, они едят граждан. Наши ежемесячные празднества. Что они отмечали? С каждым месяцем они становятся богаче и влиятельнее. Это какая-то для них сектантская традиция. А знаешь что? Я бы не удивилась. С этим документом мы закончили. Ответ на приглашение. Да, это оно есть. Написано от руки записка. О желтом стикере. Давай пойдем дальше. Прочие документы. Журнал инструктажа. Досье в кожаной папке с золотой эмблемой города. Внутри несколько листов. Прочитать. Мои дорожащие, глубоко уважаемые министры. Я бы хотел обобщить... Обобщить. Мои официальные рекомендации по новому уличному наркотику под названием Монкибат. Несмотря на столь обидное имя, мне не кажется, что он высокоадективен. Он не представляет опасности для здоровой общественности, так что советую не криминализировать данный продукт. Смягчаете, понятно. Я продолжу следить за ситуацией с полицией и их сотрудничеством. В ваших досье вы также найдете детальную токсикологическую экспертизу. На дети. Найдете, скорее всего. Давайте в этом разберемся. С чего начнем? Представляю опасность для здоровья общества. Ты ему веришь? Он подделал результаты теста. Или блефует. Погоди, если он мог подделать. Так, теперь мы знаем, что у него есть доступ к лаборатории. Глубоукажаемые министры. Это что-то высокие чины. Думаешь, президент тоже там был? От него тут мало что зависит. Если министр ратифицирует отчет, то монхибат, по сути, станет легальным. Советую не криминализировать данный продукт. Это защищает клиентов Кларис. С Кларис продают наркотики вместе. Эти рекомендации идут на министр. Давай вот так. Но зачем ему это делать? Единственное, чего этим можно добиться, это избавиться от нежелательного внимания Кларисе и Байту. Давай прочитаем другие документы. Полицейские записки. Пустой лист бумаги с маленькой печатной заметкой. Больше никаких зацепок на листе нет. Прочитать. Уважаемый коллега министр, недавние пропажи граждан Уостенди явно связаны между собой. Понятия имею, почему вы просто просите их не расследовать. Мы можем их игнорировать лишь до определенного момента. Если из этого раздует скандал, то нам обоим придется не сладко разберитесь с этим. Давай разберемся мы. Понятия имею, почему вы их просите не расследовать. Это, кстати, понятно. Его рук дело. Возможно, но все же немного за уши притянута. При этом мы можем точно утверждать, что министр науки что-то скрывает. Недавно не пропажи граждан. Они все из Уостенди, да? Министр и кто-то из его близкого окружения могут быть нужным звеном. Разберемся. Так. Что я имею в виду? Полиция скоро начнет расследование. Письмо папочки. Письмо написано цветным карандашом. Иллюстрированное. Письмо папочки. Папочка, я тебя очень люблю. Пазязя, дай денег на день рождения. Хочу купить ящерицу пока. Что думаешь? Дети славны, даже если их растят монстры. Пополучше изучим. Я тебя очень люблю. Как можно? Так, ну, любит папочку, да. Почтая дедукция, детектив. Я хочу купить ящерицу. Вообще, зачем ребенку ящерица? Такой маленький, а уже капиталист. Или же ребенок просто врет и хочет купить на эти деньги что-то еще. Давай пойдем дальше. Прочие документы. Думаю, мы тут закончили. Так, Гувард, в каких именно отношениях Клариса находится с министром науки? Роман, вряд ли? Мне кажется, что нет. У нее компромат на него или же наоборот? Я бы сказал, что у нее на него компромат. Иначе зачем ему во все это ввязываться? Ну, то есть, он и так уже министр. Я не думаю, что ему не хватает влияния или денег. Думаю, вот это. У нее точно есть рычаги влияния. Давай начнем с министра. Что он всего этого имеет? Наркотики. Нет, он может производить достатки любой наркотики без Кларисы. Он ест граждан, Рене. Вот, я думаю, кстати, в этом фишка. Судя по ответу на приглашение, тому, что ты видел министра и, возможно, обезьяны вообще считают граждан низшего класса деликатесом. Он зачарован, но не удивлен. Как там говорится, ешьте богатых, да? Ублюдки. И Клариса этому потыкает. Что она с этого имеет? Неприкосновенность. Лучшие друзья девушки – это обезьяны министры. Неплохо перефразировано. Если министр науки следит за тем, чтобы к ней не приставала полиция или еще кто... Бладвард может сделать так, чтобы граждане пропадали без следа и из-за ничего не было. Да, Гувард. Пока министр на ее стороне, власть ее почти безгранична. С наркотиками мне все понятно. А вот пропавшая беспокоит мне боль всего. Может, разберемся с информацией по стенду? Да, я достану тебе отчет. Имена, адреса. Нам нужно узнать, связаны ли как-то пропавшие министром Бладвард с министром или Бладвард каким-нибудь образом. Проведем расследование в Уэст-Энде с автором. Можно ли взять выходной? Нет. Они на месте не стоят. Нужно действовать немедленно. Должно быть что-то... Должно быть, мы что-то упускаем. Клариса явно может пойметь этого в разы больше. То, что может дать ей только обезьяна. Я не думаю, что он хочет стать министром. У нее тоже хватает влияния, что связано с наукой, технологией. Поэтому она и вертится около министра науки. Он исследовал что-то, да? Что там было? РНК. Нет, мне кажется, трекинг РНК это метод, при помощи которого он изучал функции белков. Наука это сложно. Точно, белки. Они нашли новые гены в секретной лаборатории Наукограда. Секретное исследование, о котором знает лишь министр и один ученый. Просто реклама так. Думаю, вот это. Согласна. Ужасно подозрительно. Может ли Клариса интересоваться его исследованиями с какими-то личными целями? Пропавшие девушки могут также изготавливать наркотики. Так, это должно быть что-то очень мощное. Кларис, нужна власть. Ей нужна информация, чтобы командовать парадом. Важнее информации ничего в мире нет. Поэтому мы с тобой до сих пор в деле. Мы должны это расследовать, хоть и промородцев на Укоград будет нелегко. Ну, родные, ты безумие. Ладно, переубежу тебя потом. Сначала Уэст Энд. Я устал. О, прекрасно. Доставку привезли. Отлично, я заберу. Мы сегодня уже поработали доставщиком. Это гусь. Доставку привезли. Га, это точно. Га-га. Вот тебе доллар, тружок. Га-га. Веди себе. Выпь со мной. В этот раз чего-нибудь покрепче чая. Может, по чаю? Спасибо. Не против, если я Джонат Купорю. Тело твое. Я пить не буду. Я против алкоголя. До дна. За то, чтобы все скорее закончилось. Хочу сказать, что ты не ловишь кайф с того, что рискуешь жизнью ради общего блага. Я ловлю кайф от этой игры. Но на месте енота я бы хотел, чтобы это поскорее все закончилось, замялось к черту и все. Я бы не хотел пока во всем этом говорить. Ты вообще спал после этого? С урывками. Мне постоянно снится один и тот же кошмар. Я слушаю. Я бегу по черной газской жиже, а затем она полностью меня поглощает. Звучит пророчески. Не, всего лишь манифестации моих водальных травм. А у тебя что? Не хочу об этом говорить. Вы с мамой близки? Внезапно. Почему ты это спрашиваешь? Я верю, что мы останемся с собой еще в детстве. Я хочу узнать тебе получше. Извини, не уверен, что сейчас... Не уверен, что сейчас в это углубляться. Хорошая идея. Ладно, у тебя есть еще близкие люди? Нет? Тебе когда-нибудь казалось, что тебя по-настоящему никто не знает? Никто никогда не узнает. А я так устал с этой метафизики. Скорее всего, ты прав. Ты счастлива? Не уверена? Думаю, я двигаюсь в правильном управлении. Хорошо. Да будет так. Ай, Говард, я так устала. Ничего, если я тут посплю? Закрой глаза. Я не хочу развивать с ней любовную линию, потому что я ее подозреваю. Я ей не доверяю. И тут было уже много подкатов романтических. И я не хочу. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я слишком недоверчивый. Я не буду подтыкать одеяло. Лечь спать. Подтыкать одеяло это еще один романтический жест, который я не хочу делать в ее сторону. Спасибо. Я не хочу с ней сближаться. Итак, Говчик, ты в порядке? Выглядишь мрачнее Эсси, когда забываю тарелки помыть. Много всего. Думаю. Может, тогда расскажешь, чего, а? Выговоришься, попустишь. А если дело обрастает новыми деталями? Может оказаться, что оно мне не по зубам. А еще же Ренея, которая... О, та девушка. Понятно, теперь почему ты в облаках летаешь. Ничего такого. Мы хорошо сработались. Я ее уважаю. Я ей не доверяю. Хорошо сработались и уважаетесь друг друга. Неплохое начало для кое-чего эдакого. Это так, к слову. Нет, я не буду с ней проводить романтическую линию. Это ты? Это ты? Уличный ястреб? Чувствую... А, и чувство такое, будто бы внутренности хотят называть люлей наружности. Это Говард. Ты простой такой? Ладно, а как там у тебя дела? С квартирами двух наших последних свидетелей. Пока ничего, и ноги болят. Уже поговорил с Мэри, Мирандой и Шелли. Я уже все перепробовал. Они тут вообще чужокам не доверяют. Блин, ладно. Будь на позитивной волне. Вдруг Беверли или Билл заговорят. Возможно, не знаю. Что если мы просто гоняемся за тенью бешеного гуся? Все может быть, но мы не узнаем, пока не проверим наши соцепки. Ты понимаешь, что... Ты понимаешь? Как ты понимаешь? Это все на блюдечке с голубой каямочкой не получишь. Да просто ощущение, что пальцем в небо тыкаю. Это все, что у нас есть, Говард. Хватит хандрить и возьмешь себя за работу. Извини, ты права. Не извини. Еще две двери. К тому же в одном доме. А потом можешь вернуться домой и расслабиться. Надеюсь, у них там есть лифт. Нужно купить тебе стельки. Наверное, у тебя высокий подъем. В любом случае, не отчаивайся. У тебя все получится. Я не ленюсь. Просто устал. Удачи. Помни, сильно не напирай. Ну и дай знать, как пройдет. Спасибо. Скоро поговорим. Уэст-энд. Новая цель. Ну что ж. Уэст-энд мы с вами отправимся тогда уже в следующей серии. Пока что... Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok